К тем, у кого есть долги перед ресурсов снабжающими организациями, у администрации города один вопрос. Что делается сегодня для того, чтобы ситуация с отключением газа не повторилась? По чьей вине нет, не было теплой воды в Анапе. Вот это управляющая компания, вот этот человек. Вот сейчас вот поднимем. Евразия плюс здесь? Евразия плюс кто? Есть. Ну, 300. У нас текущая, мы только приступили с 1 сентября вообще в Анапе. Ну, это и поэтому до 15-го будет пропад. Сколько набираем деньги, мы только квитанции разнесли в конце месяца. 12-го числа 301 тысяча. Себе помечайте. 12-го это понедельник. Тепло. Вот те долги, которые вы накарпили сейчас, чтобы 12-го октября, записывай, 12-го октября, Олег Савельевич, чтобы они рассчитались уже. Ну, это сейчас загад мы ставим во главу Ола. Но и остальные вопросы. И дома у вас, будем говорить, очень, так сказать, ну, не совсем, мягко говоря, благополучные. И они очень, так сказать, проблемы. Поэтому засучивать руководителя и лопатить, лопатить. Но из тех, кто реально, по-настоящему работает с людьми, компании по пальцам перечесть. Управляющую компанию Риховского Максима Леонидовича сегодня можно смело называть примером эффективного взаимодействия с людьми. Работать с неплательщиками помогают общественные советы домов. Впрочем, давайте послушаем самого руководителя. Как удалось вам, в отличие от других компаний, избежать долгов перед ресурсоснабжающими организацией? Суды, собственниками, отключение света. Вот отключение света. Почему всем нельзя, но вы это делаете? Для этого необходимо поставлять этот свет. То есть у нас договора с НЕСКО, и поставщиком электроэнергии являемся мы. Поставщик коммунального ресурса – это НЕСКО, а поставщик коммунальной услуги – это управляющий компанией. Как давно вы заключили эти договоры? Сразу. Когда дом мы берем, мы сразу же работаем над заключением этих договоров. И в соответствии с этим мы имеем право вводить ограничения и полностью отключать свет должникам. Ничто не мешает сегодня управляющим компаниям заключить договора с ресурсоснабжающими организациями. Рассчитывают они и на то, что с нового года будет возможность работать напрямую с жильцами по сбору средств, поскольку РКЦ никак не оправдывает надежд.